Правительство Коми переплавило послание президента в план действий, которые должны воплощать в жизнь все ветви и уровни власти в республике. Стимулы для развития новых производств, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, административные барьеры долой, инвесторам зеленый свет. Эти меры, безусловно, должны быть увязаны со стратегическими планами муниципалитетов, которые сегодня обсуждались на заседании Кабинета министров. Но началось оно с другой темы – жестокого обращения с детьми. Насколько она актуальна в регионе, где еще не закончен процесс по делу об убийстве двухлетней девочки, думаю, объяснять не надо. Сейчас в Коми 5365 сирот. 91% из них – это так называемые социальные. Родители этих детей живы, но заниматься воспитанием не могут. При этом, несмотря на сложную экономическую обстановку, в республике по-прежнему высок процент устройства таких детей. В прошлом году в семьи передали почти 700 сирот. Тенденция хорошая, однако, как отмечает Вячеслав Гайзер, есть и другая неприятная статистика. Настораживает рост фактов жестокого обращения в семьях. Я хочу, чтобы мы сегодня все зафиксировали, что это постоянно действующее поручение, которое, соответственно, под особым контролем, в реализации этого поручения должна находиться. Это защита несовершеннолетних, находящихся под угрозой жестокого обращения в семьях, не важно, родных, находящихся под опекой и так далее. Потому что вот сегодня мы всякие цифры смотрели. Сейчас в Коми работает специальная программа по раннему выявлению фактов жестокого обращения с детьми. Тем не менее, отмечает Вячеслав Гайзер, она пока недостаточно эффективна. Руководитель Минсоцтруда отмечает, на статистику не только Коми, но и России влияют данные единого телефона доверия. Проблема была всегда, но сейчас она вышла из тени. Тем не менее, регион не стоит на месте. В этом году сразу в двух муниципалитетах, Сыктывкаре и Сыктывдине, начнет работать новая методика по раннему выявлению семейного неблагополучия. Деньги на программу предусмотрены, специалисты готовятся. Садокладчики предлагают и другие решения, к примеру, возродить институт общественных инспекторов. К слову, они работают и довольно успешно в Инте. Председатель правительства Владимир Тукмаков просит обратить внимание и на саму опеку. Специалистов сегодня необходимо тестировать не только на знание законодательства, но и на морально-психологическое соответствие должности. Затронули и тему возврата детей. После введения в Коми внушительных пособий для приемных и опекунских семей, был существенный скачок по устройству сирот. Однако после последовала череда возвратов. Такого допускать нельзя, считает глава Коми. Не хотелось бы думать, что принимали решения определенные взрослые люди только для того, чтобы получить единовременные выплаты, а потом через какой-то период времени детей возвращать. Палка всегда о двух концах. Но система, она должна работать именно на решение проблемы ребенка, а не материальных, решение материальных проблем тех лиц, которые на этом хотят поправить свое положение, а потом возвращают обратно этих детей. И дело здесь даже не в деньгах, а в той психологической травме, которую, собственно, ребенок получает. Предложения поступают практически сразу. Требования к опекунам нужно пересматривать. Сегодня им достаточно предоставить характеристику. Детальной же проверки будущих приемных родителей не предусмотрено. Я считаю, что это предложение дельное. Предлагаю, Илья Васильевич, вместе с уполномоченным его отработать, ну и на выходе подготовить законопроект, который дальше будем инициировать. Второй, не менее серьезный блок на заседании правительства – формирование стратегического планирования на местах. Эта работа сегодня ведется во всех муниципалитетах. Однако, как выясняется на заседании, не везде отвечает нынешним реалиям. Такой подход главу региона явно не радует. Он отмечает, трудно рассчитывать на эффект таких стратегий, если они уже сегодня не опираются на изменившиеся условия. Вице-премьер Алексей Старцев говорит, возможно, муниципалам в этой части нужна дополнительная мотивация. Мотивация по исполнению всех ключевых показателей, как на уровне субъектов Российской Федерации, которые поставлены в стране, так и на уровне муниципалитетов, самое главное, наверное, единственное. Не выполняем соответствующие показатели, мы прощаемся с должностью. И все, мотивация. Как еще раз подчеркнул глава республики, стратегии принимаются не для обмена бумажками на высшем уровне, а для населения. Жителям должно быть комфортно в коме, а раз чиновники страшно далеко от реальной жизни, придется возвращать их на землю. Поэтому вернемся к хорошо забытому старому за эти пять лет и возвращаем обратно отчеты муниципалитетов, глав, по реализации тех, соответственно, стратегий, которые вы сегодня имеете, которые вы сегодня перерабатываете, надеюсь. Отчеты коснутся не только стратегий, но и ежегодных планов. Все они должны быть известны жителям муниципалитетов, а также руководителям базовых предприятий. Вячеслав Гайзер дает еще одно поручение. Отныне, в ходе его рабочих поездок по республике, необходимо также предусмотреть и защиты стратегических планов на местах с обязательным привлечением общественности. Любовь Лапина, Олег Юшков. Об итогах заседания правительства.